Невероятно красивые ковры, непременно ручной работы и обязательно из натуральной шерсти. Вот такие необычные объемные папахи. Невероятно вкусный национальный хлеб чурек. Туркменский народ и сегодня хранит красивые традиции предков. Причем не только в быту, но и в особом отношении к старшим, к родственникам, к гостям. Традиционно для восточных народов тепло. Нас встречают в Куманитарной ассоциации туркменского землячества в Поволжье. Здравствуйте, Хисель Душмедовна. Национальное достояние Туркменистана, такое ремесло, прославленное на весь мир, это ковроткачество. Здесь очень много изделий, выполненных из ковров, в какой-то технике ковровой. Расскажите, откуда все идет, какова история ковроткачества? Откуда идет? От всей души. Когда вот ковроткачество, потому что наши женщины, мамы, сестры, снохы, вот все, когда вот начинают ткать, я сама вот из семьи ковроткачих, и вот мама у меня была в свое время, потом нам передавали. Вот всю душу ложишь туда, это уже, это несравнимо ни с чем. Даже фигуры говорят, вот попадая в Европу или в Америку, вот смотря на персидское, бухарское ковротка, туркменские ковры несравнимы вот ни с чем. Во время войны даже всю свою душу, слезы, ожидания, все туда вот вклали. Вот это, которые ткали ковер, гигант ковер, это достояние вот туркменского народа, Туркменистана. Вот это гигант ковер. А вот они всю душу вложили, даже слезы, которые ожидая. Вот она картинка, она на полу, станок, вот всего лишь четыре деревяшка, и все. И основной нить вот идет, и по каждой по одной ниточке, вот каждой по одной ниточке, сколько раз в день считая, миллион даже. Вот она, вот, да, на картинке. Она уже старину, старину, она была на полное, прям станок на полное. А сейчас уже стойки, вот из железок, из арматур. Для ковров, станок. Здесь три девушки, то есть несколько женщин могут катить один ковер. Вот здесь, потому что вот где-то вот трехметровый там ковер. Три или четыре девчонка, вот и женщины, вот этот код. А когда уже большой ковер, уже где-то вот 40, даже более 40. А потому что это уже гигант большой ковер для музея. Ковры еще, ведь по особой технологии делается какой-то, что не каждая шерсть подойдет, да? Овечий шерсть только, нет, не каждый. Вот из верблюдовой шерсти, вот сочак у нас делается. Вот сумочки можно, когда только ткут, только из овечьего шерсти. А вот основа, это не только вот чистая шерсть, и можно на хлопковой. Вот она основа, вот это из хлопка. Это как раз вот я сама ткала маленький вот коврик. У нас даже когда первым ребенком домой, к родителям, отче дом, это приходишь, мама обязательно, родители награждает вот ребенка вот обязательно ковром. Он на ощупь такой достаточно жесткий. Сколько он служит? Наверное, это... Долго, долго служит. Тем более, когда уже окраска, свет, орнамент, вот краска, тем более, когда она уже хорошая, окрашенная, вот типа как фабричная. Но она еще надолго, сколько человек можно, это до конца жизни даже служит. В стиле ковров сделаны не только сами ковры, но и какие-то элементы быта. Вот маленькие детские вот носочки, а вот короткие, короткие это чешка называется, а это вот мужская. Вот это черно-белая нить, она мужская, а эти остальные уже женские. И эти вон тюбетейки тоже. Вот она женская тюбетейка, это только маленькие девочки вот носит, а это мужская. Уже видите, вот она как, вот она только здесь черно-белым пошла, а здесь уже разной, это оттенкой, разными цветами. Кошелек, дамский кошелек, тоже она на унке. То есть он тоже как ковер, вот такой красивый, приятный на ощупь. Да, ворсом, ворсом. Тоже ткут. Раз уж мы заговорили, головные уборы, вот потрясающий головной убор туркминский. Да, из овечьей шерсти. Да, вот он из овечьей шерсти делается. Удивительно, в Туркменистане очень жарко. Жарко, да, от жары она спасает, от жары она спасает. Она легко. Вот каким образом? И прохладно, и там прохладно. Даже вот внутри, даже вот тюбетейку, тахью одевает, иногда вот замачивает, вот прям холодной водой. И прям на голову одевает, и сверху эту папаху. Тем более, где вот пасут в открытом поле, вот баранов, там скотов вот спасут, их очень хорошо вот от жары спасает. И зеленый чай обязательно. У Туркмен популярно было скотоводство, пастушество. И оказывается, я вычитала, что даже популярную сейчас собаку, среднеазиатскую офсерку, алабай, именно в Туркменистане вывели. Да, 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 чистый алабай. А здесь-то она уже крещена, уже типа как кавказском, и этим уже не чистый алабай. Они уже, как говорится, дом охраняет и друг человека, вот алабай. Через границу, это самые ценные от Туркменистана достоинства. Ковер, конь и алабай. То есть три таких символа? Да, да, три, да это уже не можем вывозить из границы. То есть ковер и собак, и коней нельзя вывезти из Туркменистана? Да, да, нет, 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 нельзя. Еще одно богатство туркменского народа – это музыка, которая в жизни туркмена имеет какое-то особое значение. Расскажите, почему и что за особенная такая музыка? Особенная музыка? Музыка, она потому что прям сердце, вот, даже вот на словах невозможно объяснить каждого этого, даже в горе, даже в радости. Музыка, она потому что в России, в России, в России, в России, в России, в России. У туркменского народа есть еще одно достояние – это поэзия. Мы без поэзии, без музыки, никак. Мы каждый год, вот нашего там поэта народного туркменского Махтункулы Праги, вот 18 мая отмечаем праздник, где Дом Дружбы Народов. Наши дети уже готовятся и по русскому, и по туркменскому, и танцы, и там маленькие миниатюры. Вот даже у нас вот дети стихи Махтункулы, вот прочитают. Туркменский народ очень трепетно соблюдает все традиции предков. А в Самаре как-то вот сохранилась эта связь поколений, связь времен? А как именно это происходит? Да, мы до сих пор вот своих предков вот свадебные обряды до сих пор и держим, вот и своим детям передаем. Вот у нас вот недавно молодожены, которые женились, вот, можем даже показать на них. Вот в комнате перед свадьбой, там уже в комнате Мула читает уже молитву для молодоженных. Это Никах называется, Никах. А потом только самые близкие, 2-3 человека, чтобы злых глаз, чтобы оберегать их судьбу, вот, союз. То есть только 2-3 человека в комнате вместе с Мулу читают. Они вот с другой стороны там ложками, с другой стороны ножницами. Ножницы, это означает злых глаз, злых всяких этих, чтобы не было. Они типа как ножницы, когда вот читают, не как читают ножницы, когда вот играют, чтобы резали. Вот резали, вот это злых глаз, злых слов. Вот, и можем сейчас вот это вот показать. То есть вот этот ритуал, он отгоняет всех злых духов от семьи молодой. При этом союзе, да. Потом еще вот невесту, чтобы они жили в достатке и сладко. Это мед и мука. Традиция еще есть такая уважение к старшим, она особенная. Да, уважают младшие старших, старшие в свое время вот младших, вот уважают. Это мы сейчас тоже передаем, чтобы ей голос не повышать. И как родители что говорили, что это все соблюдать, все это делать. То есть традиционно принято принимать пищу вот так вот, на полу, сидя на ковре. Это испокон веков идет? Потому что много народу, много детей. Да, они не помещаются. Даже когда у родителей, у отчего дома, когда все дети собираются уже своими детьми, уже внуки у родителей, правнуки, они все вот полные. Там дастархан уже на полу стелем в больших вот залах, и это большой дастархан. То есть это для того, чтобы как можно больше человек могли собраться вот вместе. Да, 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 вместе сидеть, чтобы за столом. А какие блюда традиционные для туркменского стола? Вот здесь я вижу лепешки и хлеб. Это чурек, да, знаменитый чурек. Это чурек на дрожжевой тесте. А это петир, это уже слоеное тесто. Туда мы уже кладем. Сначала крутое тесто делаем на молоке, потом жир, хоть она говяжья, хоть она баранина, всякий вот жир, внутренний вот жир с луком. И заворачиваем, и заново раскатаем, и в духовке, у кого там дыр, на там дыре. Вот и печем. Это петир. А это национальное наше блюдо догрома. С чего это сделано? Что это за блюдо? Тут мясо, и это хлеб? Это хлеб, крошенный, и лук. Она и подается с бульоном, и таким сухом виде, зеленым чаем. Это такой, но уже без лука, без жира. Вот такое же слоеное тесто, там петир уже спекли. Она мелко-мелко-мелко крошится вручную. А сейчас уже сделали вот новейшая вот эта техника, станки. Вот уже лепешку туда уже пускаешь, она уже снизу крошенная. А это уже вкус абсолютно другая. А когда вручную, вручную, это уже вкус несравненно. Догрома. Поэтому она крошится, называется догрома, в переводе по-русскому это крошение. И сладости тоже, как на восточном столе, обязательно присутствуют? Это нават. Это вареный сахар, это нават. Она всякого сорта бывает. Она лимонная, сейчас лимоном добавляет. Это вареный сахар. Это что-то вроде крамели, да? Да, да. Вместо сахара кладем в чай зеленый. В Самаре была создана ассоциация дуркменского землячества в Поволжье. Когда была создана? Почему возникла такая необходимость? И чем занимаетесь? Вот, было создано еще в 2003 году, да? А как оформили документы в 2009? Мы, вот, у меня уже 30 лет, и они больше 20, да, через меня вот приехали. Это, как мы, да, кто-то учил. Ну, сейчас вот вокруг меня 5-6 семей дружим, особенно. И детей воспитываем, как надо родной язык, как бы стихи учиться, там, чтобы родной язык не забывали. Своя обычная. И танцуют дети, вот я рад. Традиции, обычаи, ментилитет, как бы мы передаем душу. Вот, особенно у нас женщины меня поддерживают, они бегом бежат, когда какой-нибудь праздник, я рад, вот, большое им спасибо, что за поддержку. Они понимают, что дети не должны где-то шататься, мотаться, это, чтобы от них польза была, вот, больше внимания детей. Национальные танцы и стихи разучивают. Да, они с удовольствием занимаются. А какие еще праздники, вот, национальные, отмечаете вместе? Первое воскресенье декабря у нас, вот, праздник добрососедства. Это уже соседним обменяемся блюдами. Это уже и в старину было, и вот при Союзе, после Союза, вот даже когда Туркмимашев был, вот, и полностью внесли, вот, первое воскресенье декабря, это праздник добрососедства. Соседи мы, хоть русские, хоть узбеки, хоть татары, все равно мы обмениваемся своими блюдами, сладостями, друг к другу ходим в гости, поздравляем. Достояние туркменского народа, это не только ковры, скакуны и собаки лоба, это удивительные люди, добрые, открытые, душевные. Спасибо вам огромное за такой теплый прием, за очень интересную беседу. Ну, а как живут другие народы, многонациональный Самар, мы узнаем в следующих передачах. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Больше Саволом!